Из интересных мест хотел бы с вами поделиться. Это Кочапата. Она на самом деле находится рядом с Кенка. Это место также огорожено заборчиком. Но ворота открыты. То есть туда можно зайти. Как я понимаю, это место используют полицейские для выгула лошадей. Потому что там следы от прогулок лошадей. Мне удалось хорошо обсмотреть выход из Вестника. И очень интересно. Сейчас я вам покажу, что я там увидел. Потом я пошел к следующему карьеру. Решил срезать путь. Пошел напрямки. Через кусты продирался. И вышел на полянку. Там два полицейских мотоцикла стояло. Там пустые бутылки от вина. И за кустами полицейские что-то рубили. И мне пришлось оттуда спешно ретироваться. Чтобы не смущать местных служителей закона. Но успел рассмотреть... Сейчас кого-то рубили. Да, давайте посмотрим вот это место. Потому что я прежде не встречал никаких видео. Сразу давайте перескочим. Вот выход из Вестника. На самом деле Кенка очень близко. Вот здесь за деревьями. Там Кенка. Это буквально 200, может быть 300 метров. Это карьер. То есть вы можете видеть, что здесь уже выбраны блоки. А некоторые блоки подготовлены к откалыванию. Такой прямоугольной формы. Ну, с прямыми углами, так скажем. И видно, как выбиралось пространство между блоками. То есть здесь можно изучать, смотреть следы. То есть много следов такой вот эрозии. Как бы природной эрозии. То есть я просто всегда мимо такой эрозии проходил до одного момента. Вот здесь вот. В Кочепате как раз. То есть вот блоки уже уехали куда-то в Саксуэман, видимо. В принципе, не брезговали прямыми углами, кромкой. Опять же, речными булыжниками, да? И вот посмотрите на вот это место. Обратите внимание. Как вам такая природная эрозия? Странно это. Вон босс как раз. Вот это пупырышок. Вот он, вот он. Это как раз и следительство того, что его вырубали. А вот здесь, смотрите. То есть как-то выбран материал. И да, нагнали. То есть пытались или заделать эту щель, или из каких-то других соображений. То есть после того, как я вот это место увидел, стал смотреть по-другому на то, что я раньше считал природной эрозией. Вернуть? Да-да-да-да-да-да-да-да. Это же вообще фантастика просто. И когда смотришь другими глазами на вот эту вот вещь, встречается в гигантском количестве. То есть площади очень большие. То есть, ну, когда думаешь, что это природная эрозия, ну, ты как-то проходишь мимо и даже не паришься. А вот здесь уже вот этот паяльничек, да? А, да. Пайка как-то настоящая, пайка прям, только каменная. Кто-то там говорил. То есть с водой тут 600 градусов. Ну, кубик это преугольный. И действительно с водой. Смотри, когда они задели. То есть это не специально, это попозже получается в Германии. Если бы был вопрос-то был... Вот с левой стороны изнутри там полость, образующаяся, это как бы, ну, ущип такой. Ущип, да. То есть вырыли канаву, подрубили, а потом так вот, аккуратно его отрезали. Ну, то есть место, место интересное, место рядом с Кенка. В общем, кто будет, не проходите мимо. В общем, если вас спрашивают, что вы здесь делаете, вы ответ как вы уже знаете, да? А Аттенка Катриклона, то есть тут есть как стенка. Тут дорога ее, да, сбоку, машинная. Женя. Аттенка тут, где-то машинная дорога. За ней там, ну, там есть пазмич, там огороды. За ней есть кухом. Зона Икс. Там вот точка. Сейчас, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, да. Ну, там вот по этим точкам я показал, то есть удалось отбежать, ну, практически все. Конечно, может, что-то пропустил, но много чего удалось. А вот на эти вещи, которые всегда считал эрозией, то есть как, очень просто, да, объясняется. Известняк вышел на поверхность, да, то есть пошел там дождик или кислотный дождик, навымывал как бы все вот эти вот прелести, да. Но после того, как видишь на уже подрезанных, обработанных блоках вот эти следы, начинаешь задумываться. А такого раньше, по-моему, не было. Первый раз вот такой вот. Я не помню ни в фильмах, ни на сайте, нигде не было. Не обращали внимания, видимо. Вот интересный момент. Даже среди альтернативщиков делился я вот на форуме, там, и уже здесь, не буду говорить с кем. То есть, похоже, что вот паяльник инков, он прожег такую черту между альтернативными альтернативщиками и олдскул, да, потому что половина ровно, говорят, да это эрозия даже не парся, даже не смотри, даже не заглядывай, это природная эрозия, даже вот не трать время. А половина людей вот так же начинает с интересом смотреть на это. Нет, ну там же видно, что это начало. Вопрос восприятия. У нас были доклады до этого, да? Тут птичка там... Да блин, я сам такие делал, когда паял. И смотрите, идем по другим местам и начинаем уже на природную эрозию смотреть другими глазами. Они всегда, вот эти вещи, они всегда соседствуют с нишами или с каким-то вырубками, то есть, не существует отдельно. То есть, рядом обязательно найдешь нишу. Если вот это следы паяльника, да, обязательно рядом найдешь нишу. Даже более того, где-то вот уже заглажены, но если присмотреться, да, звук там под определенным углом... Это какая-то тонкая подгонка такая. Да, то есть... Зачем-то прям при таких масштабах что-то тонко... И при умении такие вот ниши одним разом, да, резать там... Зачем вот такое? То есть, мы видим разнообразие просто инструмента. А в полигоне встречаем, когда они вырезают маленький камень для заделки дырки, для всяких... Да, да. Раз, и все это на закладке. А тут целесообразнее почему-то так. В принципе, в принципе, уже в ЛАИ, как ты говоришь, что никогда раньше ничего подобного не видел, но мы уже обсуждали что-то похожее, паяльник по известняку. И здесь, ну, стопроцентным таким подтверждением, фактом является пума имени Игоря Алексеева. Помните такую? Если кто не помнит, срочно на канал Омбио. И смотрите, значит, он когда там работал, ему показали в сарае по секрету вот эту пуму. Там где, вот видите, все это вырезано каким-то оплавлением таким. И Игорь тогда очень сокрушался, что ее спрятали в сарай подальше. Никому никогда не покажут, потому что, ну, это такой вообще просто... Ну, как это объяснить? Какого она не делала? Известняк. Известняк ее нашли в Саксоем... Посмотрите фильм, там покрупнее, то есть, как бы бортики у каждого вот этого оплавления. Бортик? Да. Посмотрите, там хорошее качество, это я взял одну фотку. У Игоря Алексеева, ну, то есть, когда на пуму смотришь, да, уже как бы вопросов никаких нет. Вот этот след, да, ну, вот мои знакомые говорят тоже там, кто не интересуется вот этой тематикой, говорит, стопроцентная эрозия. Ну, здесь уже посложнее. И вот этот, да, следы как бы обнаруженные, да, мне кажется, это все один инструмент одного порядка. То есть, если мы идем от одного к другому, если мы признаем пуму, то имеет смысл подумать вот в этом направлении и по поводу там других следов. Имеет смысл геолога, по-какому, знаете. Да, поскольку я много оббежал там чего, вот заходишь буквально в соседнее место, несколько метров отходишь и видишь прекрасный известнячок, точно так же наколотый, точно так же вот под дождиком. Это я там дождик пережидал в пещере в одной. Значит, с ним ничего не происходит, никакой эрозии. Он прекрасно мокнет, он крепкий, просто до безобразия, никакой водой, никакой, я даже думаю, там, кислотой, вот этот паяльником те следы сделать невозможно. Почему на одних выходах, да, мы видим такое, а на других совсем другую картину, да, почему эрозии не действуют на весь остальной известняк вот в этом месте. Значит, параллельно сразу я хотел бы про Пуму имени Игоря Алексеева, да, Пума Игоревна, так скажем, да. Значит, я ее нашел, она жива-здорова, вот, здравствует в музее региональной истории Куска. На нее можно посмотреть, значит, Игорь, Игорь уже рассказал, он поинтересовался, что там, говорит, пишут на вот этих вот стендах. Никто среди ученых не интересуется, как она была сделана. Ее там приводят в контексте того, что Куска, город Пумы, пришел этот культ из Тиуанака. Вот даже очень странные вещи для официальной археологии, истории, да, приводят. Говорят, что вот Куска был построен как город Пумы, то есть рисуют вот из кварталов, причем произвольно, почему выбирают именно эти кварталы, непонятно, но рисуют как бы Пуму, да. И говорят, что вот доказательством еще вот является артефакт, найденный в 2006 году в археологическом комплексе Исаак-Свайман, это вот эта вот Пума. Я когда готовил карты к моему докладу, увидел, что сейчас Куска, ну, просто в точности напоминает дракона, очертания города. То есть, видимо, пора переходить от города Пумы к городу дракона, то есть современный Куска, я имею в виду. Больше ни в каком контексте камни обработки, как эти следы оставлены, не упоминается, то есть никаких нет ссылок на эту тему. Значит, вот Максим упомянул про зону X, так называемую, да. Зона X – это на самом деле, ну, название придумано людьми, которые проводят конные прогулки там, владельцами коней, то есть они просто на своей карте так это обозначили. Вы зону X на Google картах там нигде не найдете. Вот, поэтому я, наверное, покажу, где она вот на этой карте. Может быть, кого-то заинтересует. То есть она находится вот здесь, этот холмик. Потому что, ну, я про эту зону X узнал из доклада Игоря Левашова. Он, видимо, на конях, у него был конный тур, и он как прошелся по этим местам. Я, поскольку от коня отказался, то владельцы коней отправили меня, когда он спросил, где зона X, отправили меня по ложному направлению. Я там потерял три часа, пока полутал. Ну, на следующий день пришел, нашел зону X. Вот. Что она из себя представляет? То есть, опять же, выход известняка, скала известняковая. А под скалой находится, ну, как бы копия Саксуаймана, уменьшенная. Саксуайман зубцы, стены зубцов, да, здесь всего три зубца. И чуть-чуть пониже размером, но техника та же самая. У меня тоже все отснято, видео где-нибудь выложим, можно будет посмотреть. И чем хорошо это место, оно безлюдное, как бы никем не охраняемое. Здесь можно изучать, то есть, любые, залазить куда угодно, да, на стену, под стену, рассматривать там стыки, изучать. То есть, проводить там какие угодные эксперименты. Три зубца, может быть, это была площадка, где тренировались, где отрабатывали какой-то проект, отрабатывали технологию. Может быть, были какие-то ученики, да, может быть, какой-то уменьшенный там второстепенный какой-то был комплекс, да. Но остается догадываться. Также зона Х, интересно, вот эту нишу я подсмотрел у Игоря Левашова и пришел к ней, как бы я искал. Мне всегда интересовало, то есть, где-то рядом с какой-то нишей должен лежать материал, который вынули. Ну, не может такого быть, что вытащили. Какой-то вот упал и остался. Материал можно приставить, то, что вырезано, и посмотреть. А что же вот в стык, как выглядит стык между тем, что вынули, и тем, что на стене осталось. Вот такое место нашлась, вот эта ниша, она, наверное, метров пять длиной. И вот этот материал, он как бы выбранный, да, он как бы оплыл, стек вдоль стенки. То есть, вот можно смотреть, как вот это все происходило, и как он выглядит, какие трансформации происходили с этим материалом. То есть, его не убрали, он почему-то остался, и вот этим это место интересно. Если поглядеть покрупнее, то мы видим, что выбранный материал, он, это идет перемешка, как бы кусок, куски серого крепкого известняка, то есть, основной породы. И вот этот кальцит, ну, уже после изменения известняка, да, возможно, участвовал в вода, да, или какое-то соединение в реакции. То есть, идет мешанина, такое ощущение, как вот кусочки льда в какой-то вот, в такой вот мешанине, да. И вот это все стекло и доступно для изучения. Ну, еще, также у Игоря Левашова, да, вот, увидел недообработанную нишу, вот, на самом деле здесь вопросов, вопросы остаются. С одной стороны, вот, ровные грани, да, и вот здесь вот такой вот отколотый кусок, то есть, нишу делали, недоделали, породу как бы выломали, или она там сама отвалилась. То есть, почему не доделали, тоже интересно, и каким образом, то есть, мне удалось покрупнее отснять, то есть, сейчас вот можно будет рассмотреть просто и какие-то, какие-то гипотезы по инструменту. Еще одна, еще один вопрос, исследование, который был, это вот Оксана Люти недавно была тоже в Перу, и она там задавалась вопросом, а что за красноватые такие наплывы, вот, на камнях как бы видны. Здесь, как раз-таки, ответ простой. Я, когда в той пещере пережидал дождь, то есть, видел, что известняк имеет трещины, наверху находится красная глина, и вода, протекая через вот эту красную глину, через известняк, через трещины, образуется кальцит, и он подкрашенный, и, как раз-таки, проходят вот такие слои, они остаются в известняке. Еще один вопрос попутно, который, ну, ставил себе исследовать и нашел, а вот часто там комментарии, а что за жидкий известняк там, тащили кастрюлю с геополимерным известняком и расплескали. Вот, то есть, там предложения такие были покопать под ним, то есть, выкопать, что такое, посмотреть, да, на самом деле, вот это место находится на дне долины ручья, и это просто красная глина, опять же, залитые какие-то вот валуны, их верхушки, или вот в кенка, да. То есть, здесь никакой такой интересной разгадки, как бы, нет, это просто пар породок, которые мы видим только кусочки, то есть, как бы, да, просто обычная порода, просто камни, да. К сожалению, время, я и так уже много вашего времени занял, то есть... Египет. Веками страна-пирамид привлекала своими тайнами людей самых разных занятий и помыслов, и продолжает привлекать и по сей день. Мифы повествуют о том, что знания передали египтянам боги. Но кем были эти боги? Порядка 10-15 тысяч лет назад была высокоразвитая цивилизация, подтверждается многими странами и их артефактами. Постройки древнего Египта прошли испытания тысячелетиями и до сих пор производят впечатление на любого, кто оказывается поблизости. Вопрос, как они это делали? А второй вопрос, если же они это делали, значит, только объединяя различные научные направления в едином исследовании, возможно сделать первые шаги к пониманию мудрости богов древнего Египта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова